Здравствуйте! Это программа интервью. В студии для вас работает Елена Бурасова. Началась приемная кампания. Я сейчас имею в виду приемную кампанию в высшеучебные заведения. И о том, как она проходит, сегодня будем разговаривать с ответственным секретарем приемной комиссии СФУ Романом Вагановым. Здравствуйте! Здравствуйте! Начался прием документов. У абитуриентов есть ли еще возможность их подать? И достаточно ли только результатов ЕГЭ для поступления? Действительно, прием документов начался уже практически месяц назад, 20 июня. И сейчас можно еще до 26 июля на очную форму обучения, на бюджет подать документы, но только для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ. Если же выбранные направления связаны с творчеством, либо поступают после техникума или иностранные граждане, то они сдают вступительные испытания в ВУЗе, а они уже завершаются. Поэтому для таких абитуриентов только либо заочная форма, либо уже на будущий год. Ну то есть основная волна уже прошла, правильно я понимаю? Или ждете еще потом какой-то? Нет, основной пик нагрузки на приемную комиссию по приему документов, да, он уже прошел. Вот как только вручили аттестаты, и практически на следующий день с горячими аттестатами у нас были уже большие массы абитуриентов. Но, однако, и все равно еще несут, порядка тысячи заявлений ежедневно принимаются. Ну, чтобы в цифрах было понятно, на данный момент принято 25 тысяч заявлений. Это много или мало, по сравнению с прошлым годом? Ну, в целом, к завершению на все формы обучения порядка 45-47 тысяч. Ну, правильно, сейчас еще идет только прием, ну, скажем так, массово-наочную форму обучения, и даже он еще не завершился, у нас уже 25 тысяч. Примерно каждый год, ну, так вот, к концу июля оно так и выходит на цифры, мы выходим 26-27 тысяч. Рейтинг составляли все-таки какие самые популярные специальности, а какие наименее востребованные? Ну, вот такой топ-3, может быть? Я бы даже сказал, не топ-3, а топ-1, но он такой областной. Это специальности экономического сектора. Экономика, менеджмент, управление персоналом, экономическая безопасность. Они из года в год занимают вот такие лидирующие позиции. Это, безусловно, юриспруденция и международные отношения, которые, как бы уже и не говорили о том, что переполнен рынок с квалифицированными специалистами, но все же у абитуриентов они на первом месте. Ну и, наверное, вот в этом году такое новшество, это информационная безопасность. И, в принципе, можно выделить такой значительный прирост специальности с информатикой. В частности, различные информационные технологии, сервисы, автоматизации и прочее. А какие тогда наименее востребованные? К сожалению, те, которые являются, естественно, научными. Это физика, это как просто физика, так и техническая физика. Это металлургия, горное дело. Хотя, как правило, потом показывает практика, хорошо трудоустраивается. И средний уровень заработных плат у выпускников таких специальностей, он существенный, скажем так. Выше среднего по Красноярскому краю. А сколько в этом году бюджетных мест и на каком факультете тогда и больше всего? Общее количество бюджетных мест на очную форму обучения – это 3800 бюджетных мест. Выросло как-то? У нас уже три года подряд мы держим второй по величине бюджетный набор в стране. Первый МГУ, второй Осибирского федерального университета. Незначительно меняется, причем общая цифра остается с изменением на 10-20 мест, но по отдельным направлениям оно, конечно же, существенно меняется. И, отвечая на второй вопрос, больше всего бюджетных мест на направлениях технических и естественно научных. Например, на том же горном деле 153 бюджетных места, на металлургии – 106, на строительстве – 166, на радиотехнических средствах – 125, прикладная информатика – 125. То есть как раз все специальности, которые, скажем так, с физикой и с информатикой. У вас есть какие-то заказы, условно, от предприятий на специалистов и на таких факультетах? Есть в рамках целевого приема набор осуществляется. Ну и, в принципе, большое количество предприятий-партнеров, с которыми просто есть договоренности, мы понимаем их потребность. Не прямо оформленный заказ, как на целевой прием, но мы знаем, сколько специалистов нужно и какого профиля. Зачастую даже работодатель участвует в процессе обучения не только на практиках, но и на каких-либо семинарах, курсах, тренингах, для того, чтобы и студенты понимали будущее трудоустройства, специфику работы и, наоборот, работодатель видел студентов. Ну тогда, наоборот, на каких специальностях меньше всего бюджетных мест или, может быть, вообще нет? Вообще нет. И такие тоже есть. Например, гостиничное дело, хотя очень востребовано у выпускников, ну, скажем так, не в топе, но и недалеко ушла от топовых специальностей. Где мало мест – это как раз те специальности экономического сектора, и распруденция относительно мало там. Например, на государственное и муниципальное управление всего 10 бюджетных мест, и конкурс там 33 человека на место. Именно потому, что количество мест бюджетных мало. А самый большой конкурс на место? Самый большой получается 39. 39? На каком факультете? Да. Это получается экономика, просто стандартная экономика. Там не такое большое количество бюджетных мест, но, как правило, туда достаточно много. Потом и распруденция идет. Ну, есть же и платные направления. Вот сколько стоит учиться в ИСФУ? Самые дорогие, наверное, и самые бюджетные факультеты также. В ИСФУ три категории стоимости обучения. 141 тысяча в год, 154 тысячи в год и 205 тысяч в год. Соответственно, вот самая дорогая – это все, что связано с творческими специальностями. Это архитектура, дизайн, градостроительство, декоративное прикладное искусство, где с абитуриентами не просто отчитали занятия, а действительно прорабатывают. У них образовательная программа иначе немного построена. Почти все специальности, скажем, инженерного и естественно-научного профиля – 141 тысяча в год. И вот экономисты и юристы у них немножко подороже – 154. Но сравнивали цены свои с другими федеральными, может быть, университетами? Как? Смотрите, ценовая политика, она, знаете, как интересно составляется. Не мы цены устанавливаем. Нам министерство диктует, скажем так, уровень цен, ниже которого быть не может. С прошлым годом, если это у нас, цены повысились незначительно, буквально 3-6-8% по разным специальностям. Если сравнивать с… 3-6-8% в деньгах – это сколько? В деньгах. Ну, получается, допустим, 132 было, 141 стало. Ну, то есть там 10-9-10 тысяч. Ну, если взять повышение цен уровня 2017 года, когда у нас 35 за семестр, ну, с 70 в год до 140 повысилось, то тогда был существенный рост. Сейчас, как бы, ну, примерно как инфляция. Немножечко подняли. Да. Но, тем не менее, я читала, что за высокий балл по ЕГЭ будете давать какие-то скидки за обучение. Вот расскажите об этом. Действительно, есть программа поддержки талантливых абитуриентов. Она есть и как тех, кто поступает на бюджетную основу, различные стипендиальные программы, так и те, кто выбирают платное обучение. Соответственно, на ряде направлений… Ну, не на ряде, на всех, но скидка разная. От 10 до 50% можно получить снижение стоимости за обучение. Зависит она будет от направления выбранного и от баллов ЕГЭ, среднего балла ЕГЭ. Ну, так скажем, на все направления инженерного… инженерные направления скидка 50%, при балле ЕГЭ 60 баллов. То есть 180 нужно набрать, и уже стоимость обучения будет не 140, а 70. Уровень 2017 года. На направление, допустим, бюроспруденция, международные отношения, там скидка 10 либо 15%, ну и балл там повыше. Как бы подробная информация на сайте представлена. У нас более 130 направлений, поэтому по каждому, думаю, не получится проговорить. Вот читала, что на базе СПУ действует военно-инженерный институт и вот всплеск интереса к этому направлению в этом году именно. Действительно ли это так и с чем это связываете? Действительно так. Наверное, комплексно с политикой государства в том плане, что военные хорошо получают, стабильны, работа всегда будет. И у абитуриентов действительно к этому есть интерес. Причем у них-то есть особая специфика приема, они запрашивают, так как это все-таки военно-учетные специальности, запрашивают личное дело из военкомата, то есть нужно заранее пройти медкомиссию и прочее, прочее. Не просто прийти и подать документы, и все равно абитуриенты идут и выбирают военные направления. Сколько в этом году таких и сколько было в прошлом? По количеству бюджетных мест, таких направлений, как правило, их таких направлений три, 125 мест на радиотехнических средствах, перевод переводоведения там 20 мест, такая небольшая группа, и, соответственно, транспортные средства специального назначения, там порядка 60 мест. Конкурс, его не сказать, что он не складывается большим, потому что он не массово подают. Это нужно пойти, это сразу в военкомате часть отсеивается по состоянию здоровья, то есть уже не доносят документы. Но, в принципе, он есть порядка там 3-4 человек на место. Связано это еще раз с тем, что все-таки это военно-инженерные специальности, на них также нужна физика, информатика, поэтому их не так много абитуриентов у нас, к сожалению, с физикой. Роман, расскажите, что с географией поступающих? Откуда едут? Ну, понятно, Красноярский край, еще какие регионы? Порядка 40 регионов уже сейчас зафиксировано, откуда пришли документы. Наверное, самое такое, это Махачкала, это у нас есть с западной, точнее, с западноевропейской части России документы, но большинство, конечно же, это ближайшие регионы. Это Кемеровская область, это Иркутская область, один из лидеров по подаче к нам. Это Республика Бурятия, Хакасия, ближайшие регионы. То есть вот с них, конечно же, большинство подающих, даже не иногородних, а других областей. Скажите, а вот Махачкала, чем студенты, абитуриенты объясняют такой выбор? Кто-то переезжает, допустим, у кого-то с родителями, кто-то действительно целенаправленно находит специальность и хочет связать свою жизнь именно здесь. Сейчас абитуриенты очень активно пользуются различными рейтингами, которые представлены, и делают свои выборы еще и по престижности образования, по отзывам и по прочему. Поэтому кто-то, у нас абитуриенты из-за рубежа, например, Спинска, в Институт нефтегаза абитуриент подал документы, вплоть до того, что у него ближе Москва и Санкт-Петербург есть ведущие вузы, но вот ему интересен СФУ. — Советуете ли студентам подстраховаться и куда-то еще подать документы вот сейчас? — Порядком приема определено, что пять вузов, в каждом вузе три направления, поэтому я не знаю ни одного абитуриента, со многим общался, чтобы они никуда, вот кроме только в один вуз подали. Такого практически не бывает. Но если такое, конечно, всегда подстраховаться стоит. Безусловно, тем более пока еще есть возможность, потому что 26 июля на очную форму завершится прием документов во всех вузах страны, и потом это можно будет подать только на платную форму, либо на заочную, очную, заочную и прочее. — И очень коротко, когда будут все-таки известные результаты, поступил, не поступил, и как отслеживать? — У нас в Сибирском федеральном университете для этого создана специальная система АИС-абитуриент, информационная система, в которой вносится направление подготовки, личные данные абитуриента, и он, заходя под своим логином и паролем, отслеживает свою конкурсную ситуацию. Помимо этого, на сайте будут публиковаться 27 июля конкурсные списки, где будут указаны все поступающие с баллами, с наличием подлинников, согласий, и уже по ним можно будет сориентироваться. Ну и, скажем так, та же система АИС-абитуриент адаптирована в качестве мобильного приложения для iOS-андроид устройств. Можно это удобно делать, в принципе, отслеживать свою ситуацию прямо с мобильного телефона. А что касается уже результатов, на бюджетную форму, на очную бюджетную форму, две волны зачисления. Первый приказ выйдет 3 августа и второй приказ 8 августа. — Спасибо большое, что пришли к нам в гости, ответили на наши вопросы. — Спасибо. — Это был ответственный секретарь приемной комиссии СФУРом Роман Ваганов. Разговаривали об особенностях этой приемной кампании. В студии для вас работала Елена Бурасова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...